Встречайте Рустор, новый магазин приложений. Рустор это широкий выбор, гарантированный доступ к приложениям. Можно обновлять, здесь безопасно. Рустор, официальный магазин приложений для Android. ВК, место встречи. Всем привет, приветули-девчули! Это видео, которое я снимаю каждый год, в котором мне отстают одни и те же вопросы. Каждый год проверяю, насколько я выросла или нет. Смотри, что видео такое плохое качество. Просто я купила новую камеру, ибо, кажется, не разобралась, но уже разобралась. И следующее видео больше-таки не будут. Надеюсь, простите. Ну что ж, погнали. Меня зовут Дарья Граф. Меня зовут Дарья Граф. Сегодня буду делать яркий, какой-нибудь crazy make-up. Давайте начнем с тона. Вернемся к темному, потому что я как бы сейчас на Бали, и поэтому я уже немножечко загорел. С тоном что-то случилось. Можно еще пользоваться. Вообще их смешать, чтобы получить нужный оттенок. Хотя, как будто бы, знаете, лицо не загорело так на камере, блин. Сегодня буду задать вопрос. Как тебя назвать-то? Да бог его знает. Голос за кадром. Всем привет, я Голос за кадром, и сегодня я задаю вопросы Дарье Граф. Кстати, в конце вы узнаете, кто этот Голос за кадром, поэтому смотрите до конца. О, да. Дарья, сколько у тебя сейчас подписчиков? Давайте пройдемся по-больному, потому что в Инстаграме все очень плохо, и вы понимаете почему. Как бы от меня отписалось за период военной операции. 50 тысяч подписчиков, в общем, в минусы шло. У меня было, я вот прям, как сейчас помню, по-моему, 730 тысяч. Сейчас 680. 678 тысяч, это постоянно колеблется, а то отписываться не понятно почему. Ну, как говорится, главное, те, кто остались, те, кто с нами, те молодцы. Подписываемся, не отписываемся. На Ютубе, кстати, я не помню, сколько было, но мы посмотрим. С предыдущего видео буду ставки вставлять. Но сейчас у меня на Ютубе 1 миллион 840 тысяч 578. 1 миллион 430 тысяч. Я думала, что в этом году, я буду говорить за этот год, потому что я снимаю чуть позднее это видео, из-за того, что, ну, я переезжала, и мне было, честно говоря, вообще некогда. Я думала, что в этом году я добью все-таки 2 миллиона, но что-то как-то не вышло. Я надеюсь, я в 23-м году добью 2 миллиона. Посмотрим, посмотрим в следующем году. Тикток вообще молчу. Ну, по-моему, на меня что-то 100 тысяч подписалось, так, у меня сейчас 3 миллиона. Ну, короче, 3-1. В Тиктоке 2,6 миллиона. Грустно, печально. Год был тяжелым. Ну, многому научил. Не сдаваться, идти дальше. Кстати, то нормальное фото брала. Я вообще-то мешала вот так. Вообще супер. Кстати, вы бы знали, как я долго Света тут выставляла. Тут мы такой Свет купили, это просто. Скоро будет еще профессиональный, вы вообще офигеете. Так что, ребят, подписываемся, не отписываемся. Кто отписался, тот лох. Кто самый популярный подписчик? Насимливо! О, да, я видел, как она лайкает твои фотки. Реально, кстати, у меня в том году, по-моему, не было... Да! Настя Явлеева. Ну, все, это уровень. Короче, я должна была сниматься в агент-шоу. Меня Настя пригласила лично, сказала, что она меня смотрит, что она моя лютая фанатка. Она, ну, девочка, ну, понимаете, да, на сколько уровень? Вот, но что-то так вот случилось, что она переносила-переносила съемки, и так, в общем, я и не снялась. Грустно, это было бы очень круто, потому что я обожаю Настюшку, Настюшка топ. Если Настюшка смотришь, ты лас, даже если то, что я не снялась. Ну, ничего страшного, надеюсь, что я снимусь. Мы, знаете, будем двигаться по направлению тики-тики, ручей-ручей. Что? Какое у тебя самое популярное видео? Блин, а мой трещеный игр не рос. Я, скорее всего, остановилась на том ролике, который был год назад. Сама настила очень длинные ногти. Мне кажется, как и в прошлом году, осталось вот то, по-моему, про ногти длинные. Ты, кстати, смотрел? Нет. Ну, кстати, Инстасамка догоняет. Нет, там 3-4. Ну, в общем, ничего не меняется, скатываюсь, девочки. Мне нечего дополнить. Идем дальше. Как часто тебя узнают на улице? Он задевается. На самом деле, все мы прекрасно видим, что я сейчас с натуральными волосами. Из-за этого меня узнают намного меньше на улице. А если быть точнее, меня вообще сейчас не узнают. По сравнению с тем, что было, например, летом. Слушайте, на самом деле, очень часто из-за этого я уехала из России. Чего врешь? Нет, на самом деле, правда. Мне было на улице очень тяжело выйти, особенно летом. А лето это мое любимое время года. И я, когда выходила летом на улицу в этом году, было очень тяжело. То есть я не могла нормально гулять. Меня вообще снимали папарацци. Ну, реально, меня снимали папарацци, как я просто гуляю там молодыми людьми. Короче, получается как-то, ну, некомфортно. Хоть я и не скажу, что звезда мировая, но все равно, знаете, тяжеловато. Поэтому я решила уехать. И здесь, на самом деле, вообще никто не узнает. Это так прекрасно. Я никогда не думала, что когда тебя не узнают, это так комфортно. Ребят, правда. Это очень комфортно. Вы меня не поймете. Ну и хорошо. Какой у тебя сейчас стиль? Я устала от цветных волос. Потому что я хожу с цветными волосами уже, ну, лет, наверное, пять. Ну, это же капец. Любой человек бы сошел с ума, столько ходить в цветном. Тут до меня дошло, что я люблю так же, как радужный, я люблю коричневый цвет. Я всю жизнь любила коричневый цвет. На самом деле, знаете, я стала более такой серьезной. Да? На самом деле, правда, у меня сейчас больше настики коричневые оттенки. По-моему, в прошлом году я так же включала, мне кажется. Кстати, я даже в блонд выхожу, видите? Почти блондинка. Ну, в следующем году точно стала блондинкой. За год у меня как раз корни отрастут. У меня сейчас, получается, отращиваю волосы и выхожу в блондик. Мне кажется, будет очень классно. Как думаешь, что это будет классно? Слушай, даже не знаю, поживем-увидим, но вроде выходит симпатично. Ну, это я тоже думаю, что будет прикольно. Ты чувствуешь себя увереннее в этом году по сравнению с прошлым? На самом деле, да, каждый год мы становимся все более-более уверенными. Поэтому я думаю, да. Я думаю, да. Потому что с каждым годом обычно мы всегда становимся увереннее. Ну да, я переехала одна в жизнь. И даже несмотря на то, что мою уверенность в одно время пошатнула в отсутствие переднего зуба, я на это забила и продолжила улыбаться. Всем такого же советую. Как ты относишься к хейту? Честно сказать, я стараюсь относиться к нему на... Я правда стараюсь. Я не читаю лирикс вообще. Хоррэ, реагировать на хейт. Просто пусть идут эти неуверенные люди, которые сидят и что-то и срочат. Которые себя вообще ничего не представляют. Меня очень бесит, когда мне пишут что-то связанное с моей фигурой. Типа на свою посмотрите. Че к моей пристали? Нет, ну правда. Я прям вообще терпеть не могу, когда мне пишут, типа... Ой, ты похудела. Или... Ой, у тебя что-то животик стал большим. Я тебя, конечно, обить не хочу. Но реально, он стал гигантский. Ну типа что? Это ужасно. Стараюсь не обращать на хейт. Мне вообще в целом реально пофиг. Но когда я вижу такие комментарии, меня они прям бесят. Типа смотрите реально на себя, плиз. Кстати, ребят. Я купила себе новый бейтинг. Где он? А. Вот. Я его купила в Сифоре. И честно говоря, мне не очень понравился как тот омбровый. Сифори он был ужасный. Вот решила взять бейтинг, потому что с Глауджи Фристарр мой любимый, правда. Но там у него отправка что-то очень долгое. Поэтому я решила, что надо приобрести новый. Давайте откроем, потестим. Он еще с HD. Сейчас будет у меня светиться, походу, при этом свете. Ой, оттенок просто вау. Мне подходит. Мне кажется, он на камере светится. И я не вижу. Кстати, здесь вообще без бейтинга невозможно. Здесь вообще, в принципе, с макияжем очень тяжело ходить на Бали. Но если без бейтинга выйти, у меня просто все скатается, реально. Я еще тоннонесла хороший, поэтому должно быть, в принципе, все окей. Я надеюсь, вы обратили внимание на этот шикарный провод? Так вот, забудьте про него. Вот, вот, вот. Надо, знаешь, задник блюбить. Перекофицианисты вышли из чата. Да, да, да. О чем ты больше всего сожалеешь? Наверное, то, что переехала в эту квартиру. Я правда очень сожалею об этом, потому что здесь сверлят. Это было настолько тупо. Переехать в нее. Наверное, не надо ни о чем сожалеть. Мне кажется, не надо ни о чем сожалеть, в принципе. Все, что не делается, все к лучшему. Если бы вернули время вспять, ты бы что-то поменяла? Нет. Я бы, наверное, не стала ничего менять. А, ответ правильный. Какой совет ты бы дала себе в будущем? Наверное, следить за тем, сверлят в домах или нет, стучат ли в них. Даша, вот ты переехала, это если на следующий год спрашиваю. Вот ты переехала в новую квартиру, там не сверлят и не стучат. Все совершают ошибки, вот и я совершила. Еще я бы хотела себе дать совет, не влюбляться в дебилов. Мне очень интересно, Даша в будущем найдет ли себе молодого человека. Потому что на данный момент я одна. Уже очень долгое время. Ничего не бояться идти дальше. И выучить английский. Ничего не бойтесь. Олечка Бузова. Да, да, я себе советую на будущее. Так, надо обязательно выучить немного английский. А то здесь жить просто невозможно. Не знаю английский. Очень тяжело, девочки. Очень сложно. Кто знает английский, тот крутой. Кто нет, учите. Ну, я думаю, что какой-то... Я что-то забыла. Вот что-то, знаете, человек крутится, что-то хочет сказать. Но я не знаю, что еще сказать. Не стойте на месте. Постоянно меняйтесь. Изучайте этот мир. Да. Познавайте его. Не обижайте друг друга. Любите. И просвещайтесь. Сколько тебе лет? Сейчас мне 22 года. На данный момент мне 23. Ого, офигеть, а столько живут. Что? Какие планы на следующий год? Много путешествовать. Стать суперзвездой. У меня, правда, в планах стать суперзвездой. Мне кажется, как-то, ну, пора. Я, короче, знаю, что у меня все получится. Боже, что я хочу сказать. Слушайте, ребят, на самом деле планы грандиозные. В планах у меня стать мировой звездой. На самом деле, реально, планы просто колоссальные. Ребят, вы бы знали. Планируется курсик. Поэтому, ребят, ждите тот, который вы так просили. Я не думаю, что у меня так будет просить курс какой-то. Но, в общем, я думаю, вам будет очень круто. И вы много чем научитесь. Какое у тебя отношение с родителями? Странное. Я не совсем понимаю маму. Она не понимает меня. И в этом большая проблема. С отцом мы не общаемся. Он обычно подключается как-то, когда мы разговариваем с мамой. Просто сидит рядом. Не здоровая ничего. Просто что-то говорит. Он даже когда мне пишет что-то, он никогда не здоровается. Он просто пишет. Меня это немного, конечно, расстраивает, что так все. Но это так у нас всю жизнь было. Поэтому, что уж поделать. Блин, ну. Как обычно, ничего нового. Ну, типа норм. Но ничего близкого нет. Все так же, как раньше. Что самое большое, что произошло с тобой в карьере? Наверное, то, что меня пригласили на выпуск Пушки. Который скоро будет. Правда, об этом очень долго мечтала. Я поставила брекет. Это вау. Для меня это было супер важно. Я об этом мечтала очень много лет. И вот, наконец-то, это произошло. Я горжусь собой, что я сделала это. Не застала. Я поставила виниры! В общем, да. Я, если честно говоря, думала, то, что... Скажу, что, о, вот я там снялась на Стивлеевой. Реально, я очень хотела. Но... Ты всего лишь снялась, тогда нет. Ха-ха-ха. На самом деле, типа того. Ну, на самом деле, много чего произошло вообще в этом году. Правда, очень много. Что, например? Говорю, то, что я поставила виниры. Это, на самом деле, была моя самая большая мечта. Я к ней шла очень долго. На протяжении всех моих 23 лет. Я к этому шла потихоньку. Вот. И, наконец-то, пришла. Я невероятно счастлива. Кто сейчас твой лучший друг? Ну, я думаю, моим лучшим другом до сих пор остается Данил. Потому что мы с ним многое пережили уже. Наверное, девочка, которую вы не знаете. Он не из блогерской индустрии. Ну, кто она тебе? Откуда вы знакомы? Как вы вообще взаимодействовали? Что стали лучшими друзьями? Она мне помогала с переездом очень много. Она мне помогала продавать вещи. В целом, такой друг, который всегда придет на помощь. Да, да. Это самое важное, на самом деле. Ну, много всего хорошего она для меня сделала. Даже вот с той квартирой, которой, помните, я в Москве жила. Там переехать, вот это все. Дорогого стоит. Скажут, а Марк! Марк до сих пор мой очень близкий друг. Мы с ним каждый день общаемся. И, на самом деле, понять лучше друг очень сложно. Потому что нужно выбрать кого-то одного. И это как-то может даже кого-то обидеть, когда у тебя, допустим, очень много друзей. Поэтому я бы даже сказала, что у меня несколько лучших друзей. Пять вопросов всего осталось. Пять вопросов всего осталось. Пять вопросов? Пять вопросов. Пять вопросов быстро крашусь. Что сейчас тебя беспокоит? Ремонт. Ремонт в моем доме. Меня сейчас это дико беспокоит. Я сейчас только об этом думаю целыми днями. Я не хочу ложиться спать, потому что я знаю, что утром тут будет идти ремонт. На самом деле, недавно меня беспокоила диарея. Ну, это в прошлом. Да. А что сейчас тебя беспокоит? Да сейчас ничего не беспокоит, кстати. Сейчас вообще супер, диарея прошла. Я на балле. Диарея прошла. Девочки, что может беспокоить реально, когда мы на балле? Ничего. Все на кайфе. Нужно только вот виллу нормально найти. В принципе, как бы настроила себе стол для съемки. Но тут нужно постоянно все убирать, бегать. Короче, не совсем подходит эта комната для съемки, как вот у меня раньше было. А там, в принципе, ничего не беспокоит. Тут, кстати, напитки все по вкусу, как какие-то лечебные. Микстурки, лекарства. Тут даже, знаете, вот у нас в России продаются на витринах всякие жвачки, там, шоколадки. А здесь продают таблетки. Кстати, реально очень полезно. Да? Вот, ну, прикиньте, нас в России так продавались, как все были здоровые. А то, пока до аптеки дойдешь, не дойдешь. Сейчас голос настроим, подождите. Давай. Чего ты больше всего боишься? Некий страх одиночества. Я думаю, это мой самый главный страх. Остаться одна. Но все же мы рождаемся и приходим в этот мир одни и уходим одни. Ну, страшно остаться непопулярной. Остаться без денег. Это все, что тебя волнует? Да. А что, нет? Это не нормально? Нет, ты больна. За беременеть случайно я боюсь. Вот этого боюсь. Что еще? Ну, в принципе, наверное, все. Ну, я думаю, там есть моменты, что я больше всего боюсь, но в данный момент я что-то вспомнить не могу. Ну, вот я вот сейчас в моменте же отвечаю на вопрос, поэтому... Сегодня что-то макияж не сдался, я неправильно начала его делать. Вот эти штучки надо было от краски начинать, а не от желтого. А то у меня там все высохло, и потом, короче, жесть. Еще у меня ноги устали сидеть. Блин, я поцарался об стол опять. Дурацкий деревянный стол. Ну, кто вообще его такой придумал? Next question. Немножечко английского в разбавил. Раз уж мы на Бали. Ты чувствуешь себя взрослой? Я думаю, да. Ну, я теперь живу одна. Это, мне кажется, взрослая жизнь. До этого я вот жила с Данилом, и я думаю, это не считается, потому что я не сама там выбирала квартиру и прочее. А вот теперь я все это сделала сама. Мне кажется, прям по-взрослому. С тобой нет. Почему? Ладно, на самом деле, учитывая, что я переехала, между прочим, я до Бали добиралась сама. Я такая взрослая, девочки. На самом деле, я никогда за границу не ездила одна. Для меня это прям что-то... Я на самолете-то одна начала летать только в этом году. Я реально никогда не летала одна. Для меня это прям уго-го. Без еще. Для Дарьи я вам открою немножечко завесу. Это был стресс, особенно пересадка в Дубае. О, да. Но на самом деле в Дубае, по своему опыту говорю, большой очень аэропорт. И легко заблудиться, если не знать английского того же самого. Между прочим, я в Дубае была уже несколько раз, а там жила пересадка, я там ехала на метро. Короче, ребят, посмотрите влог, офигеете. Как ты относишься к фразе, что нету взрослых, есть только постаревшие дети? Да. Согласна. Ладно, следующий вопрос. У тебя появились отношения? Какой пикантный вопрос, который я добавила в этот раз сама. Он не был в прошлом году, кстати. Да. Если вы выставили на Инстаграм, запущенную сеть, то вы бы уже знали, кто мой Влад Дой Человек. И там даже можно посмотреть. Короче, он все карты-то раскрыл уже, поэтому, ребят, подписывайтесь и посмотрите. Ищите его в отметках самых популярных фотографиях на странице Дарья. Да, это правда, кстати. Потому что кто он самый лучший фотограф в мире? Это правда, это правда. Я его знаю, хорош чувак. Я вот поэтому даже переехала сюда вот к нему. И как тебе отношения с ним? Это у меня был такой вопрос. А это вопрос от себя. Прекрасный. Другого ответа я не ожидал. Едем дальше. Ребят, я додела макияж, вот такой вот получился. Было сложно, потому что я его начала неправильно делать. Ну, вроде бы все решилось. И последний вопрос. От Юрия, Дудя. Сколько ты зарабатываешь? Много. Можно больше. Ну, в общем, на жизнь хватает. И на богатую жизнь. Ничего себе не отказа. Ну, так. У-ля-ля. Ну, в общем, это было все? Все же? Ну, да, это все вопросы. В общем, такой вот был. Ежегодный ответ на вопросы. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. А я всех люблю. И целую. Bye, bitch.